привет друзья сегодня мы с вами приготовим обалденное блюдо мы сегодня с вами будем готовить баранью корейку на ребрышках вот посмотрите посмотрите какая красавица она приехала к нам из новой зеландии но я уверен что и в россии и в других или скажем так регионах земного шара можно купить прекрасный такой продукт первым делом ее надо обсушить обсушить от крови у нас с вами здесь 8 ребрышек делим на пополам так чтобы у нас с вами получились две порции вот приблизительно у нас они одинаковые вес в целой корейки пол килограмма получается по 250 грамм нормальная порция для взрослого человека солим прям не жалейте соли хорошо солим я использую обычную морскую соль черный перчик я уже много раз говорил мои дорогие друзья что для готового и сырого у нас с вами должны быть отдельные доски я вот использую пластиковую доску специально для мяса для готовых продуктов я использую деревянную доску и так посолили поперчили сегодня мы с вами познакомимся с новым маслом это у нас виноградное масло она сделана из косточек винограда его температура дымления в среднем 205 210 градусов соответственно на этом масле можно жарить но она не подходит у нас для фритюра для фритюра вы уже знаете мои рекомендации я использую рисовое масло которое выдерживает температуру 250 градусов вот на этом масле мы с вами и будем делать в будущем и сегодня кстати все блюда которые готовятся во фритюре давайте польем наше мясо многие баранину маринуют маринуют в травах да это замечательно но когда вы готовите скажем так блюдо с соусом мы сегодня с вами будем делать интересный ресторанный очень вкусный соус когда у вас есть хороший насыщенный соус мясо конечно не нужно мариновать особенно вот такой скажем так продукт как вот баранина пусть наша баранина отдохнет 10-15 минут после этого мы с вами начнем ее готовить включайте духовку доводить ее до 180 градусов включаем с вами фритюр я друзья хочу вам научить оптимизировать свою работу на кухне так чтобы вы смогли готовить одновременно несколько блюд например вот сейчас у нас с вами работает духовка греется фритюр через секунду мы начнем с вами обжаривать мясо вы понимаете о чем я говорю да так чтобы вы в течение буквально 15-20 минут могли приготовить интересное горячее блюдо они так чтобы растягивать допустим приготовление обеда или же ужина на целый день мы сейчас с вами приготовим пряные травы во фритюре у меня здесь в среднем один литр время его до 180 градусов тем временем давайте подготовим чеснок смотрите-ка нарезаем его достаточно крупными кусочками этот чеснок мы с вами будем использовать для соуса возьмите тарелочку на тарелочку положить есть буквально пару-тройку листочков бумаги которая будет впитывать жир так 180 градусов обязательно имейте термометр на кухне потому что без термометра счастья не видать в кулинарии хорошо вот смотрите что ему сейчас с вами будем делать а по буквально 3-4 секунды выбираем вот такую зелень вот такие вот травы вы можете использовать для своих будущих стейков для мяса для баранины для свинины это прекрасная идея готова здесь же мы с вами жарим чеснок великолепно убираем вся эта история пусть охлаждается кстати обратите внимание что она с вами получилось видите он как будто бы пластиковый получился чипсы пожалуйста не выливайте потому что он еще хорош и вы можете его использовать не один раз мы всего лишь пожарили там чесночок и наши пряные травы как только он станет холодный профильтруйте его и залейте обратно бутылку и можете использовать еще раз это масло очень ароматное получилось со запахом розмарина и тимьяна сейчас нам необходимо натереть на крупной терке 3 картошки отжимаем ее от сока небольшой кусочек пармозана среднем 120 130 грамм натираем также на такой же крупной терке добавляем щепотку соли черного перца совсем немножко чили если вы любите остренькая если нет не надо ну и столовую ложку петрушки рубленой петрушки все это смешали давайте добавим наше виноградное масло буквально 2 столовые ложечки ваша духовка уже должна быть горячее у меня во всяком случае она уже 180 градусов беру лист и вот так вот эту смесь этот состав выкладываем обратите внимание у нас с вами получился вот такой вот слой среднем где-то 3 миллиметра отправляем духовку 180 градусов в среднем 15-17 минут вы должны увидеть что ваша картошка с замазаном хорошенечко прожарились имеет приятный золотистый оттенок наша картошка в духовке давайте обжарим мясо с каждой стороны в среднем 1 минута как вы видите на сковородку масло не лью потому что в общем-то баранина у нас достаточно жирненькая плюс я ее все-таки полил сверху нашим новым виноградным маслом ну вот видите как она должна выглядеть сейчас мы ее запечатываем нам необходимо чтобы все соки которые находятся в мясе там и остались потому что если я допустим сейчас ее сразу положу в духовку то она просто-напросто там высохнет соки начнут выходить из нее а когда мы сделаем вот такой вот финт запечатаем мясо обжаркой то наше мясо получится невероятно сочным ну вот красиво видите какой цвет вот так это то нужно баранину также как и говядину допустимо кушать с кровью то есть можно делать различные прожарки вы же помните да есть прожарка р и это значит очень такая сочная кровавая сырая и medium р и это средняя прожарка с кровью medium это средняя прожарка medium will средняя ближе к готовому и вл данки то есть полная прожарка так вот мы сегодня с вами будем делать medium р и medium то есть она у нас с вами будет очень красивая сочная и розовая внутри температура внутри кусты куска должна быть среднем 62 60 градусов но каким образом это понять я вам рекомендую приобрести вот такой вот термометр без него конечно будет сложно понять особенно для начинающих каким же образом в куски определить 60 градусов этим мышцу большого пальца вот так вот вот это значит вот это medium р и ведь он слегка на трексе это медием вот это well done здесь в среднем температура сейчас где-то около 40 градусов вот этот кусок нам с вами сейчас нужно довести до 60 градусов вот когда вы почувствуете вот возьмите вот это вот так вот такое сочетание да вот как вы когда почувствуете упругость вот этой мышцы это говорит о том что с вашем куске в среднем 60 65 градусов таким вот образом вставили все вот смотрите-ка что у нас получается вот сейчас у нас с вами 37 ну как я и говорил 40 градусов куске 37 38 градусов наша задача довести его до 60 градусов я сейчас его ставлю в сторонку потому что у меня в духовке сейчас жарится наша картошечка с пармозаном вот посмотрите как она выглядит вот еще чуток еще чуток и так у меня прошло 16 минут пока картошечка горячая делаем вот что режем ее и так вот у нас с вами получилась такая вот симпатичная картошечка убираем ее в сторонку достаем наш лист укладываем мясо дуловка у нас с вами 200 градусов ставим как только у нас с вами здесь покажет 60 градусов это говорит о том что в сирене куска у нас с вами 60 градусов после отдыха температура еще немножко поднимется и получится где-то 63 градуса как раз она у нас получится с вами medium и ближе к миге мужчины конечно очень любят кровавое мясо но женщины предпочитают так чтобы она была розовенька если вы готовите несколько порций то для мужчин приготовить и по кровавей а для женщин дайте еще две-три минуты пусть постоит в духовке это делаем соус возьмите лук шалот у меня он ведь очень большой поэтому я возьму половинку если у вас нету мука шалот то возьмите обычный белый лук меленько-меленько рубим пару зубчиков чеснока свежего буквально две столовых ложки нашего замечательного виноградного масла немножко свежего тимьяна грамм 50 белого вина сухого джеминсон виски используйте коньяк или любой крепкий напиток который у вас есть буквально 50 грамм пломбируем помните что это такое это наш соус жю если вы не видели видео каким образом мы делаем этот соус это основа всех соусов скажем так и мама и папа всех лучших соусов вообще в мире добавляем на ответе что происходит какая красотища а я я я я а так на основе нашего соуса жю вы забудете что такое бульонный кубик вы можете добавлять его супы картошку лапшу куда угодно и так баночку сливок все это увариваем добавляем сюда наш жареный во фритюре чеснок прямо так вот произвольно достаточно крупненько соль соль по вкусу черный перчик а это у меня шалфей к сожалению мне не оказалось свежего шалфея поэтому у меня есть я использую сухой шарфей многие из вас скажут мамами шалфей мы полощем этом народ чтобы зубы не болели вы знаете шалфей и замечательная специя с бараниной идеально со свининой идеально попробуйте хорошая щепотка прям чайная ложечка пробуем все пробуйте какая же вкуснятина чуть-чуть сольки достаточно выключаем как вы видите он делается буквально за 3-5 минут приготовьте заранее соус жю разделите его на порционные кусочки мешочек полиэтиленовый и в морозилку и каждый раз когда вы делаете стейк достали сделали соус когда вы делаете вкусную картошечку тушеную доставили добавили то есть это идеальная специя идеальный инструмент на вашей кухне и так мы с вами получили чесночно-шалфеевый соус добавляем щепотку петрушечки я бы добавил чуть-чуть ток чили но с чили буки аккуратны мы просто любим острую пикантную еду нереально нереально вкусно буквально через несколько секунд будет готова баранина и так вот 60 61 градус наша баранина готова достаем но вот смотрите-ка 60 градусов это установлена температура 62 градуса это уж сейчас уже скажем так она продолжает готовится еще она будет подниматься в среднем до 65 вот посмотрите как она выглядит да видите как отталкивается но в то же время еще мягкая вот пожалуйста смотрите так здесь и теперь здесь смотрите вот тоже самое отлично баранини точно так же как и вашему стейку необходимо отдохнуть в среднем пять минут семь минут выключайте свою духовку ставьте туда тарелки так чтобы за эти пять минут тарелочки были горячими и на горячие тарелки мы с вами будем сервировать соус мясо и так далее вы увидите потому что сервировать горячее блюдо особенно баранину на холодных тарелках это ужас ребята не никогда в жизни этого не делайте всегда горячее сервируйте только на горячем холодное только на холодном прежде чем я начну сервировать я хочу вам показать вот посмотрите вот она как у нас пойми а будет то что доктор прописал изумительными димры ну что вперед давайте будем сервировать и пробовать тарелка из духовки горячая то что нужно для того чтобы сервировать давайте пробовать ну что скажете красотища правда ой 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 как нереально вкусно прожарочка идеальная так вот как же это все кушать воспользуйтесь вот таким образом видите она все сыпется вниз сыпется в наш соус получается что вот этой жареной зеленью жареными специями мы с вами сейчас усилили вкус и аромат основного соуса давайте попробуем кусочек картошечки я даже говорить ничего не буду вы сами все понимаете абсолютно нежная сочная баранина этот соус ее так дополняет обязательно попробуйте приготовить это блюдо изумительно изумительно это блюдо посвящено всем нам кто любит баранина кто любит хороший сочный стейк для вас ребята ну друзья на сегодня все мы с вами приготовили еще одно интересное ресторанное такое забубонистое но в то же время достаточно легкое блюдо увидимся в следующий раз а 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 Продолжение следует...